Добро пожаловать на лекцию про установку SCCM клиента, агента SCCM на Computer Workgroup, не в домейне. И у нас произошел такой случай, что пришел один начальник со своим крутым компьютером и говорит нам, что он не хочет наш лэптоп брать. У него есть свой крутой и он хочет с ним работать, а мы хотим централизованно им управлять. Проблема, что у него версия Home Edition, у него нету домейна, его нельзя добавить в домейн и мы не хотим его форматировать и мы никак-никак не можем его добавить в домейн, потому что это Home Edition, он специально для этого и предназначен, и добавка в домейн закрыта. Но у нас есть все равно возможность установить на него агента и централизованно получать про его железо информацию, устанавливать на него программы, как всем компьютерам нашей организации. То есть у нас, да, есть возможность установить на него агента и мы этим сейчас займемся. Это довольно просто, только надо нам указать, как подключаться к System Center. System Center не знает ни компьютера, ни этого пользователя, ни его имя и пароль, потому что Workgroup он самостоятельный, он никем не trusted, он никем не доверенный. И мы увидим, что у нас здесь появится еще один компьютер. Нам надо решить проблему доверия, как подключать этот компьютер в нашу сеть. И чтобы решить эту проблему, мы не будем использовать дигитальные сертификаты, мы сделаем сейчас нового пользователя, с которым рабочая станция будет подключаться на сервер System Center. Давайте сначала сделаем порядок и всех юзеров, связанных с System Center, перенесем в отдельную OU. И сейчас создадим нового пользователя, назовем его System Center Network Access Account. Network Access Account будет у нас использован только для того, чтобы юзеры, у которых не доверенный компьютер, компьютер, который не в домене, у которого нету Kerberos Ticket, будет использовать этот аккаунт. Заметьте, что этот счет этого пользователя, он обычный domain user, он не какой-то администратор сети, ничего особого. Это обычный юзер в домене, у него нет никаких особых прав и не надо ему давать лишние права. И мы сейчас идем на настройки нашего сайта, и в нем заходим в настройки компонентов, и в нем идем на Software Distribution. Настройки Software Distribution. И на этой закладке мы указываем, под какой учетной записью мы заходим в том случае, если наш компьютер аккаунт, наш учетный счет нашего компьютера не находится в домене. Мы можем использовать существующие и мы можем сделать новое. Это новое существующее, это из базы данных SQL, самого System Center. System Center первый раз видит этот Network Access Account, и он сохраняет его имя и пароль в свою локальную базу данных. Еще раз, компьютеры всегда будут сначала пробовать со своим компьютер аккаунтом подойти на сервер. Если это не работает, то они уже будут использовать вот эту вот учетную запись, которую я здесь указал. Я могу указать несколько учетных записей, и он будет сначала пробовать первый, потом второй, потом третий, пока не найдет одну, которую работает. Такой сценарий, он, например, хорош, когда у меня есть несколько домейнов, между которыми нету траста. Вот у меня есть несколько домейнов, между которыми нету траста. Я могу поставить Distribution Point в разных домейнах и указать несколько аккаунтов, чтобы они к ним могли подключиться все наши пользователи. Так, мы идем сейчас на сервер и запускаем установку. В принципе, это все, что требуется. Сделать Network Account и запустить установку. Но во время установки нам надо будет указать добавочную информацию, добавочные параметры, и мы сейчас это все увидим. Первое, что нам надо добраться до папки клиента, в которой есть вот этот CCM Exec. Мы сделаем ее папкой общего доступа, чтобы с рабочей станции можно было в нее легко подойти. Назовем ее Client и в Permissioner надо дать, чтобы Everyone был Read. И не забыть еще в Security NTFS тоже добавить Everyone Read, потому что сейчас есть только подход к администраторам. А мы не хотим заходить администратор, мы хотим Everyone Read. Теперь у нас сделаем рефреш и мы видим, что у нас есть папка общего доступа Client и мы можем увидеть, что у нас доступен файл CCM Setup.exe. Мы могли эту папку перекопировать на локальный жесткий диск, но это не обязательно. Можно сразу же оттуда ее запустить, не копируя локально. Давайте зайдем в CMD и запустим этот файл, но мы его не просто запустим. Мы должны будем прописать, к какому сайту он относится, к какому Management Point он относится. Потому что вся эта информация недоступна для этого компьютера в Active Directory. Он не знает, что такое Active Directory, он не часть этого домейна, он не имеет права прочитать эту информацию и поэтому ему надо все-все-все указать с помощью командной строки. Самое главное не забыть указать, в каком сайте он, в каком домене он находится, к какому Management Point мы его присоединили. SMSMP это главный Management Point, к которому мы присоединили этот компьютер. И Slash Management Point это список всех Management Point, где их можно получить. Есть еще много Slash, в которых можно добавлять. Кстати, часть из этих можно тоже не писать. Но мы во все эти тонкости сейчас не будем входить. Я вам в конце лекции покажу, как можно было это сократить немножко. Но здесь у нас проблема. Он говорит, что имя и пароль неправильный, у него нет доступа к этому Share. У него нет доступа к Share, потому что я ему не вбил имя и пароль. Давайте сделаем Copy-Paste, зайдем через Run и пропишем имя и пароль на этот Share. Если бы я сделал бы галочку запомнить имя и пароль, как я сейчас делаю, он бы ничего не спросил бы. Просто это у него два разных сэшена. Первый сэшен прошел имя и пароль, а на втором сэшене он застрял. Если я поставил бы галочку, он бы автоматом послал бы туда имя и пароль, запомнил бы для всех сэшенов. Так, что мы видим? Мы видим, что у нас запустился процесс и мы можем зайти на сервер в папку Tools и с сервера запустить инструмент логов. То есть мы с сервера запустили программу, она бежит у нас локально и мы внутри папки cwindows.cmsetup.log видим, как у нас бежит установка. Мы видим эту установку и вот процесс ccmsetup побежит. Когда он закончится, у нас будет сервис cmsetup и у него свои отдельные логи. Заметьте, те логи, которые связаны сейчас только с установкой. Так, пока мы делаем здесь установку, я вам хочу показать, что нам потребуется разрешить этот компьютер в ручном режиме. Почему в ручном режиме, потому что он не часть от домейна и здесь есть такая настройка Client Approval, что автоматически мы подтверждаем клиентов, которые из нашего домейна, который trusted. Мы можем сказать, чтобы он разрешал всех клиентов, но это опасно для безопасности, потому что любой хакер сможет прийти с клиентом System Center и получить доступ ко всем нашим программам, которые в нашей организации, со всеми их настройками. И поэтому все, кто не в доме...